Нелучшие позиции заняли хозяева турнира. Чувствовалась разница между ребятами, которые летом продолжали заниматься, и теми, кто отдыхал на каникулах. Подготовленнее всего оказались борцы посёлка Заводского. Конечно, они приехали сюда в своей лучшей форме. Они показывают и доказывают это на ковре, побеждают. Наши пока немножко отстают от них. Но я думаю, что со временем мы догоним, наверстаем упущенные. То есть ещё дадим им бой. Выступали 80 юных спортсменов. Дошёл до финала уссуриец Намик Джафаров, где уступил своему давнему сопернику из Заводского Данилу Ивановскому. Но не отчаялся. Проигрыш только закаляет мужчин. Я ему проигрывал и сегодня проиграл, но моя цель – выиграть его. Несколько уссурийских ребят завоевали бронзовые награды. Отличились Вячеслав Рытов, Павел Ковалёв и Константин Ларьков. Многие ребята дошли только до четверть финала. Мне понравились соревнования. То, что было много соперников, и соперники были достойные. Набрать баллов или постараться положить на душе. Эта схватка была достаточно тяжёлая. Под конец у меня не было сил, но я вырвался. У борцов началась жаркая пора. Уже в ближайшие выходные они выступят на Кубке моря во Владивостоке. А крупные соревнования их ожидают в октябре. В Уссурийске пройдёт дальневосточный турнир, посвящённый памяти Виктора Пешкова. Пока же все желающие могут записываться в секции. Они расположены в школе номер 11 и 29-м интернате на Слободе. Спасибо. 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 Спасибо.